Всем привет, с вами Мистер Чейзер, вы смотрите мой же СПЛЕЙ канал, и я продолжаю проходить игрушку по названию GAMERS GO MAKERS. И не пугайтесь, потому что я начинаю с главного меню данной игры. Мне просто есть что вам сказать перед тем, как мы продолжим. Дело в том, что в предыдущих некоторых сериях... Так, секунду. Да, всё пошло. Дело в том, что в предыдущих некоторых сериях вы могли слышать, что в некоторых моментах... У меня на видео был очень... Ну, то есть, ухудшилось... Резко ухудшилось... Ухудшилось качество звучания, блин, даже не знаю, как это правильно объяснить. Следовательно, это с тем, что почему-то автор музыки, который... Ну, композитор, который написал музыку для данной игры, то есть GAMERS GO MAKERS, почему-то он решил, ну, скажем так, сделать лицензию на своих некоторых музыкальных композициях, а в частности на одной. И, соответственно, одна из музыкальных композиций, которая играет в данной игре, вот на неё пришла мне уже не первый раз, а, наверное, второй или третий раз жалоба на тех загруженных видео, которые я загрузил уже. Это там девятая, либо десятая серия, я точно не помню. Ну, или может быть они обе. Такое дело в том, что мне пришлось, как бы, воспользоваться функцией Ютьюба и... При помощи этой функции вырезать эту музыку, но оставить мой голос. Но прикол в том, что голос мой не очень хорошего качества в этих моментах. Ну, с этим ничего не поделать. Но, начиная с этой серии, я, покапавшись в файлах игры, нашёл музыку этой игры. Она абсолютно просто так лежит, не запакована даже в какой-то там формат обычной MP3. Соответственно, там, тем более, ещё один всего лишь аудиофайл 30-минутный. Соответственно, там все музыкальные композиции этой игры были просто склеены в одну аудиодорожку. Я её взял, вырезал ту композицию, на которую были предъявлены авторские права. И ещё вырезал парочку лишних музыкальных композиций, которые мне особо не нравились в этой игре. Ну, они несколько скучновато звучат. И добавил некоторые бесплатные музыкальные композиции, которые, ну, более-менее подходят под дух данной игры. Одну вы услышите прямо вот сейчас практически, после завершения этой первой музыкальной композиции, которая играет при входе в игру. Ну, и там ещё я две добавил музыкальные композиции, которые вы услышите несколько позже. Ну, что ж, теперь можем загружаться. Где она, кстати? 8.09.2004. Кажись, это... А вот и там музыкальная композиция. Надеюсь, к этим музыкальным композициям, которые я добавил в игру, надеюсь, к ним не будет никаких претензий. Я очень на это надеюсь. То есть, ну, я вроде как бесплатные музыкальные композиции нашёл в интернете такие интересные и добавил. Так, ладно. Чё у нас тут происходит? Миллион фанатов у нас тем временем. Ага, поглощение компании. Вот, наконец-то. Ещё что я хотел, интересно, узнать. Естественно, за кадром я ничего не прочитал про поглощение компании, поэтому будем всё познавать на практике. Western Studios недавно приобрелась Silicon Princess. Официально цена продажи 11.9 миллионов была названа. Ок. Можете заставить работать этих лентяев, филиал? Да! Развитие своих проектов, поддержка наших проектов, ничего не делать. Игры. Выбрать жанр, выбрать платформу. Игры. Это их игры, да? Что так всё плохо у вас, ребята? Херовую студию купил! У них очень говняные игры. Давайте... Специализация искусственного интеллекта. Битэмап констракшены. Сделайте мне, пожалуйста, хороший битэмап. Раз уж вы специализируетесь на битэмапах, давайте для первой плойки бюджет. Дадим мы вам... Дадим мы вам... Пять... Два ляма всего лишь. Давайте два ляма. Это типа продать её можно, да? Нет, я этого не буду делать. Матрид, Испания. Поехали. Попробуйте сделать игру. Они будут интересно делать. По развитию своих проектов. Пусть развивают свой проект. Опаньки! Дабл Лайт Зон Гейм. Содержит слишком много неприличного контента, поэтому она была запрещена в Америке и в Британии. Ах вы, скотины! Так, кооператив давай исследуем. И... Нетворк. Так, пока у нас идут исследования, давайте пока подумаем. Да, немного упали продажи. Дабл Лайт Зон Гейм. Но всё равно нам деньги эта игра приносит. Только что выпустили. Так, Силикон Принцесс. Надо запомнить. Кооперативная игра была добавлена. Какая сейчас тенденция, кстати. Давай исследованиями займись, парень. И мы посмотрим, какие игры можно сейчас сделать. Стопэ. Тут вышел новый фильм. Лара Маунт и Мэйджис. Ковбой Джонс и Сарс в диамантовой кости. Ну блин, это ж на Индиана Джонса отличная отсылка. Купим лицензию, конечно же. И сделаем... Игру. Как вы слышите, я, естественно, оставил некоторые композиции ванильные из этой игры. Ковбой Джонс и Сарс в диамантовой кости. Боже мой, а. Давай сделаем это... Платформером, конечно, неплохо было бы сделать. Давайте сделаем хак-н-слэш. Такой качественный хак-н-слэш. Для первой PlayStation. Так, пусть и называется игра. Так, Engine 4, конечно. Будем его сейчас немножко... Хотя, уже можно новый делать, на самом-то деле. Так, что у нас тут происходит? Все довольны? Все загружены? Нормально. Играет день. Давайте без демки. Так, Double Light Zone, кстати. У нас была предыдущая хак-н-слэш игра. Я уже немного забыл, потому что не играл несколько дней. Давайте так все и оставим. Что нам скажет продюсер? Говорит, в геймплей закинуть больше, да? Так, а я закидывал больше в левел дизайн и в графон. А, не, в Game Engine. Звук, он говорит, убрать. Давайте добавим левел дизайн в звук. Что там еще важно для хак-н-слэш игр? Я уже не помню немного. Звук очень важен, я вижу. Давайте саунд дизайн. Хак-н-слэш. Тут не важно, скрипты не особо важны. Геймрайтинг только для RPG-шки, я помню. World Design не надо. System Design тоже не надо. Контент тоже не надо. Левел дизайн. Нужен для хак-н-слэш. И User Interface Design не нужен. Ну что ж, послушаем нашего Килвина Гриффина. Надеюсь, это не тот чувак из сериала Гриффины. А то он насоветует нам. Double Light Zone Game. Нам бы сейчас какой-то, не знаю, конвеншен. Чтобы все было отлично. Самураи. А, это лицензия. Ок-ок. Переводы. Ну давайте займемся переводами. 14 тысяч потратим. Насилие. Ну и сексуального контента так оставим. Так, да. Сюжетом займутся они сами. Что по персоналу? Ребята, все довольны? Всем нравится работать в нашей студии. Так, фермер. Бианка Холл. Рэнди Тейлор. Гриффин. Да, вроде всем нравится. Маркетингом ты занимаешься, да? Ну ладно. Посмотрим. К чему это приведет нас. Игру мы закончим делать, кстати, уже в 2001 году. Посмотрим. Запись все еще ништяк. Все ништяк. Опаньки. Сегодня Sony выпустили свою новую платформу PlayStation 2. Она является премиником первой PlayStation. Это ответ Sony на Sega Dreamcast. Черт возьми. Надо срочно клепать игры для второй плойки. Она мега успешная. Да. Gamer's Convention. Подвижение текущей игры. Нам надо немного продажи повысить. Ну, здесь и тысяч на стенд. Да, продажи немного увеличились. Это хорошо. Так, пара-тройка игроков привели... А-а-а-а. Почему пара-тройка? А что там с огоньком? Продлить продажи. Продлим, конечно. 140 тысяч. Не, не думаю, что это того стоит. Мы больше, наверное, потратим. Давайте цену немного снизим. Хотя, не, нормальная цена. 32 доллара. Продажи так неплохо идут. И 2 миллиона нам уже Double Light Zone Game дала. Посмотрим. Так, что там филиалы занимаются? Чем? Доход 0. Почему вы не делаете игру? Когда вы ее сделаете? Ой, продажи сильно упали. Ну, в принципе, тут уже все заканчивается. Так, давай назад. Все. Продажи, Double, этой хрени закончились. Миллион долога. Нехило так. У нас деньги очень сильно вниз просаживаются. Нам срочно нужен хит. Причем, неплохой такой хит. Слишком много насилия. Король лордов. Ненависть. Жало или как-то так. Так, наш экшен FPS претендует на игру года 93%. Да, неплохая игра. Но, скорее всего, это Simulation Sport получит. Я более чем уверен. Хотя могут и нам дать. Ну, конечно же. Естественно. Так, что таково будет, Джонс очень медленно разрабатывается. Там все довольны, надеюсь. Да вроде у всех все хорошо. На самом-то деле. Странно. Что так медленно? Давай быстрее. Нам нужны деньги. Филиал 2,5 миллиона? Что? А что так много? Продвижение игры. Филиал пошел в жопу. У тебя только 100 тысяч. Хватит. Вот, кстати, еще одна музыкальная композиция, которую я добавил в данную игру. Ковбой Джонс. Давай глянем. О, новые коробки. Прикольно. Мне такие коробочки уже нравятся. Ну, а что это такое? Да, думаю, нормально будет. Конечно, тут надпись очень кривая, но ладно. Так, огромная толпа геймеров влюбилась в вашу игру. Отлично. 70% готовой игры. Надеюсь, мы сейчас не скатимся в говно из-за этого филиала. Я бы его даже, наверное, закрыл нахер. Он мне не нужен. Он ничем не занимается. Кстати, филиал. Поддержка наших проектов. Поддержи наш проект. На финальной такой стадии. Может, быстрее получится доделать игру. Фанатов у нас достаточно. Надо, чтобы теперь игра была бы офигенная. Так, тестер. Это у нас геймплей. Тестируй. Геймплей должен быть просто идеальным. Voice acting, motion capture. Нихера себе в 2001 году уже. Вполне возможно. Вполне возможно. Одна средняя ошибка. Исправить, конечно. Вы что? Геймплей должен быть идеальным. Ох, ё. Давай на движок и сеть. С теми силами кинемся. У нас остается 7 миллионов. Там срочно нужен хит. Что-то типа Звездных войн, которые нам просто... Тихера денег дали. Благодаря которой мы и купили студию. Так, новый левел. Лицензия на Олимп доступна. Нахрен она надо. Ну, а рекламу в интернете сделаем. Так, старт национа 38 долларов. Берем все от жизни. Ааа. Ааа, я вижу по продажам, что не очень игра. Особенность сюжета украсят любые драки и перестрелки. А что-то херово продается. Смотрите как. Неплохо. О, мы получили награду. Игра месяца Март 2001. Неплохо. Ну, давай нам теперь деньги. Here comes the money. Так, давай патчик быстро. Что-то очень быстро. Патчик справил ошибки. Так, филиал. Занимайся теперь своим делом. 25. Купить лицензию. Сейчас сделаем еще одну игру по лицензии. Ааа. Брррр, там стратегия. Я даже не знаю, что делать. Ох. Ёс. Sony PlayStation 2. Давайте для ПК сделаем. 25. Сразу надо делать. Стратегия артиллерия. 25 гейм. Или нет. The game. Стратегия артиллерии. Я не делал стратегии артиллерии, поэтому... Не будем этим заниматься. А сделаем... Сделаем как раз таки реал таймовую стратегию. Так, редолёт у нас был на 70%. Что ты скажешь? Левел дизайн, да? World Design. А что еще я там укладался? Геймплей и геймэнжин. Так, World Design. Звук особо не нужен. Графон. Game Engine. Ну, по идее, геймплей тут еще нужен, да? Реал таймная стратегия, да. 82 дня, поехали. Конечно, там Cowboy Jones более-менее продается, но все равно слабенько. Он нас на плаву не удержит. Самурай! А, да, лицензии опять же, совсем забыл. Так, давайте перейдем только на 3. Что, не все, что ли? Что-то слабенько. Я бы вот так вот все распределил. А то, как всегда, нам мало жестокости. Да. Так, что у нас тут по сотрудникам? Все должно быть идеально. Ну, пока нормально все. PR-офис мы можем сделать, но у нас пока с деньгами... Пока у нас небольшие напряги с деньгами, думаю, не будем этим пока заниматься. Фанаты нам идут по тысяче даже. Деньги... Тоже так себе идут. Нам надо сейчас сделать неплохую 25th game. И что-то еще сделать. Давай поддержим наш проект. Ах, вы сволочи, вы тоже выпускаете. А, нет, это херня. Новая лицензия на чемпионат FIFA. Не буду я этими лицензиями промышлять. Ну их нафиг. Мне хватит 25 и этого, Ковбоя Джонса. Думаю, этого нам хватит. Ковбоя Джонс неплохо так продается. 3 миллиона нам он дал уже практически. Вот уже 3 миллиона. Что-то он как-то прям горит. Что бы это значило? Заступна новая комната. Серверная комната. Секунду. Ого! 3 миллиона. Так, ну тут, думаю, пусть все будет так. Или давай белое, а тут черное. 3 миллиона. Не. Как-нибудь чуть-чуть попозже. Продлить продажи. На 15 тысяч. И цену понизим. До 30 долларов. Или да, до 36 давай. Немножко повысим продажи. Кью-56, что это такое? Ладно. Престон, да будет так. Продажи неплохо так пошли. Но все равно, все падает. Надо новую игру делать. Быстро. Так, 25th game. Это у нас... Давай искусственный интеллект. Это стратегия. Значит, там должно быть все идеально. Средняя ошибка. А вот и тенденция на артиллерийские игры прошла. Так, улучшить мультиплеер, естественно. И улучшить движок. Поехали. Надо сейчас немного деньжат срубить все-таки. Сеттлеры кто-то выпускает. Прикольно. Евангелист стратегий. Это, наверное, вообще мега крутый какой-то пацан. Так, реклама в интернете. Цена 38 долларов. Берем. Да, 37. Что скажешь? Вижу, так себе скажешь, да? Хотя, выбор издателя. Издание. Бля, вообще 9. Нифига себе. 98 процентов. Захватывающее ПВП сражение. Обалдеть. Вот это, я понимаю, стратегия. Что такие продажи хреновые? Вау, так уже лучше по 100 тысяч. О, геймкьюб скоро выйдет. Так, давайте... Нет, давайте займемся прокачкой. Архитектура игрового движка. Программирование нормы ИИ. Чегория практика. Дизайн. Программист. Давай. Деньги у нас сейчас появятся, поэтому... Надо всех немножко качнуть. Искусство программирования. Художник пусть цветами научится орудовать. Основа геймдизайна. Все, все пусть качаются. У нас сейчас пока деньги есть. Может, ханаты хотели бы им созвать моды для вашей игры. Это, вероятно, проделало бы интерес к игре. Да! Это, наверное, появится возможность где-то там демо-версия. Так, тренировка закончена. Давай тоже качаться. Сейчас надо еще исследованиями заняться. Кстати, да, сохранение. Не прочь бы я сохраниться после такого успеха. 12 миллионов уже есть. Сохранено. Давай посмотрим на персонал. Так, исследованием давай заниматься. Надо сейчас будет уже новый движок делать. Черт, не успеваю я освоить один движок, как сразу надо делать новый. Мне это не нравится. Только на одном движке мы что-то успели насоздавать, и все. Ой, игра месяца. Ну, понятное дело, там какая жесткая игра у нас вышла. 98 процентов. Только продажи так себе. По 130 тысяч. Ковбой вообще продается еле-еле. Играть снято с продаж. Ну, ковбой что-то так себе зашел. Но зато игра по лицензии неплохо так идет. Так. Дай-ка подумать. Изменение цены. Повысим на 1 доллар. Из-за такого ажиотажа. И давайте оборудуем пиар-офис. Теперь вы можете нанять пиар-менеджера, чтобы увидеть список заступного персонала. Понятно. А у нас что, не было пиар-менеджера? Менеджер по маркетингу, ну. А, пиар-менеджер. Это маркетинг был. Композиторов нет тут интересных никаких, там. Пиар-менеджер, да? 19 лет. Черт возьми, ты же ничего не умеешь. 100%. Ладно, занимайся. Так, мне нужен отдых. Да, иди. Отдыхай. Деньги у нас пока сейчас идут. Пусть так и будет. Кто-то не умеет стратегии делать. Филиал. Че делаешь? Последняя игра. Компат. Может, у вас нахрен продать? 3 миллиона. Не. Как вас заставить делать нормальную игру? Да 100 тысяч вам хватит, все. Обойдетесь. Никого тут еще можно купить, кстати? Мы, кстати, лучшие сейчас. Nintendo, да ладно, не, ну их нельзя купить. Всякие такие крутые студии не продаются, как я вижу. Leama Soft Q Games. А самые такие охреновые, это Инланд, Пакистан. Нет, Пакистан не продается. Ну, некоторые студии продаются. Ладно, давайте на этом закончим данную серию. Продвигаемся мы все ближе и ближе к нашему 2015 году. Надеюсь, у нас там что-то будет мега крутое, там, типа, шлемы виртуальной реальности. Типа, мы свою консоль сможем сделать. Я очень на это надеюсь, что в этой игре нам тоже можно будет делать свои какие-то прибамбасы, технологии какие-то и так далее. Ну, а на этом давайте закончим данную серию. Так что на этом все. С вами был мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся уже в следующей серии. Всем удачи и всем пока. Всем пока.